Всем привет! Вы находитесь на канале Voice Show. И это 5 самых маленьких пистолетов. Tourist Curve. Это самозарядный пистолет американской компании Tourist, разработанный специально для скрытого ношения, который легко поместится в кармане. Магазин пистолета вмещает 7 патронов. Длина мини-пистолета составляет всего 132 мм. Его масса без патронов не превышает 290 граммов. С патронами 400 граммов. Пистолет имеет особую раму, выполненную из полимерного материала, с металлической изогнутой вставкой. С целью комфортного ношения этого пистолета, изгиб выполнен таким образом, что он повторяет контуры бедра. Пистолет имеет обтекаемую форму. У него нет предохранителя, рычага затворной задержки и механического прицела. Зато есть встроенный лазерный целеуказатель. И светодиодный фонарик. Свис мини-ган. Это 5,5 см швейцарский пистолет, стреляющий пулями калибра 2,34 мм. Вес этого пистолета составляет каких-то 20 грамм. Для такого пистолета не подходит ни один из серийных боеприпасов. В связи с чем, фирма, изготавливающая этот револьвер, также выпускает к нему и патроны. Калибр пули составляет 2,34 мм. Вес 0,128 грамм. При всех своих, казалось бы, смехотворных характеристиках, тем не менее, свис мини-ган стреляет на расстояние до 112 метров. Тем не менее, пистолет может использоваться в ближнем бою, но не нанося серьезных физических повреждений. И создавался он скорее как коллекционное и сувенирное изделие для фанатов оружия. Стоимость этого револьвера составляет 6,5 тысяч долларов. Стоимость одного патрона к нему чуть более 10 долларов. Пистолет Seacamp LWS-32 Auto. Это карманный пистолет. Начали производить еще в 1981 году. И он имеет три модификации. Первая LWS-25 выпускалась с 1981 по 1985 год. Затем ей на замену пришел LWS-32, который был такого же размера, но калибр был больше. Данная модификация стала самым известным карманным оружием Seacamp. В 1999 году компания презентовала еще одну модель LWS-380, но она так и не смогла произойти популярность 32-го. Длина 32-го составляет 11 сантиметров, а вес 326 грамм. Пистолет сделан из нержавеющей стали и вмещает в себя 7 патронов. Он с легкостью помещается на ладони, но тем не менее при своих маленьких размерах может запросто лишить жизни человека. Пистолет Hazard Defense Double Tap. Это компактный карманный пистолет для самообороны, имеющий два вертикально расположенных ствола, откидывающихся для перезарядки вперед и вниз. Доступно два варианта исполнения стволов. С портами и без таковых. Карманный пистолет достаточно маленький и легкий. Пистолет выпускается в двух вариантах. Первая модель изготавливается из алюминиевого сплава, который весит 340 грамм и рекомендуется для гражданских лиц. Вторая же модель изготавливается из титанового сплава, вес которого составляет 397 грамм и рекомендуется для военных и полиции, как оружие второго шанса. Длина оружия 140 миллиметров, длина ствола 76 миллиметров, высота оружия 99 миллиметров. Емкость блока стволов составляет всего два патронов, что является его минусом. Но стоит отдать должное разработчикам. Они в нем предусмотрели возможность хранения в рукоятке еще двух запасных патронов. Двуствольный пистолет Double Tap выполнен закругленными и сглаженными краями, без выступающих по бокам деталей, имеющие небольшой размер. Является отличным оружием самообороны при скрытом ношении. Пистолет Beretta PX4 Storm Subcompact Это уменьшенная копия пистолета Beretta PX4. Является маленьким пистолетом, длина которого составляет 158 миллиметров, из которых длина ствола 76 миллиметров. При своих размерах он является достаточно мощным и неприхотливым пистолетом, имеющим обтекаемые формы, которые позволяют его быстро извлечь из сумки или кармана. И при этом все детали имеют сверхпрочное покрытие, защищающее его от коррозии и потертостей. Емкость магазина 13 патронов. Этот пистолет является достаточно точным. При практическом испытании, диаметр группы попаданий на дистанции в 23 метра составляет от 5 до 7 сантиметров. Пистолет обладает достаточно мягкой отдачей при стрельбе и имеет широкую и удобную рукоять, что минимизирует возможность возникновения усталости рук при длительной стрельбе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова